Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У нас дети-раведники родились в девятнадцатом году. Когда мы приходим в гости к подруге с их дочкой, то девочка требует спрашивать разрешение для игры с её вещами. Как-то раз они пришли к нам, и я сказал, девочка, ты не разрешаешь трогать свои вещи без спроса нам у себя дома, но тогда нас тоже спрашивай про наше. Девочка насыпилась, топнула ногой, подруга возмутилась. Как мне хорошо восстановить баланс? Я была права, поговорив так с её ребёнком. После рождения ребёнка подруга стала гиппомонатом. Я спрашиваю, но к его поведению она проходит трезво. Ну, что я могу сказать? Во-первых, не совсем понятен здесь смысл ваших вопросов, вместо того, что вы вроде бы уверены в своих действиях, вроде бы вы как-то совершенно определённо, совершенно точно вроде бы как-то продвигаете свою позицию, и совершенно обмороженно высказывает относительно того, что произошло. То есть у меня нет такого ощущения, что вы всё в чём-то сомневаетесь. У меня нет такого ощущения, что вы как-то думаете, да, что, ну, что сделали что-то не так, что поступили как-то не так. У меня нет такого ощущения, у меня нет такого впечатления, скажем так. Вот, поэтому, ну, вот, мне не совсем в данном случае понятен смысл вашего вопроса, и не совсем понятно, о каком конкретно, о каком именно балансе идёт речь. То есть, если вы говорите о, например, о справедливости, или если вы говорите о несправедливости, да, если вы говорите о том, что, ну, хотели бы восстановить справедливость, например. Ну, если, если, скажем так, у вас такое видение о справедливости, вот, если вы так видите о справедливости, о справедливости, то я в этом смысле не думаю, что вы поступаете как-то плохо, потому что вы совершенно очевидно действуете, исходя из своих, ну, ценностей, да, исходя из своих каких-то приоритетов, исходя из своего видения, и я не думаю, что здесь можно как-то, ну, говорить о том, да, что вы, например, не правы, или что-то вроде, что-то вроде этого. Вот. С другой стороны, с другой стороны, ну, на мой взгляд, вы выбираете реагирующую, я бы сказал, вы выбираете реагирующую позицию. Вот. То есть, это позиция, когда вы, ну, как бы, вот, откликаетесь только на то, что происходит во мне, во мне. Вот. Ага. Ну, при этом как-то вот свою собственную, да, позицию непосредственно в ситуации не проявляет и не выращает. что может, конечно, создавать неприятные некоторые такие ситуации, где люди оказываются не готовы к тому, что вы поступите так же. Конечно, можно сколько угодно говорить о том, что это они неправы, да, я имею ввиду ваша подруга фанат, фанаткой, которая стала фанаткой своей дочери, вот, можно сколько угодно говорить о том, что ее девочка ведет себя неправильно и так вести себя нельзя и так далее. Вот. А я, пожалуй, не буду с этим спорить, потому что это мы уходим здесь в разделах каких-то оценок, что мне кажется не совсем корректным, скажем так. я думаю, что вопрос заключается в том, чего вы хотите. Если вы хотите, ну, если вы, скажем так, дорожите, вот, значит, если вы дорожите отношениями, вот, то так, наверное, говорить не стоит. Вот. Стоило бы сразу выразить свою позицию, сразу стоило бы сказать, что вам это неприятно и посмотреть на то, как отреагирует, допустим, ваша подруга. Вряд ли это чему-то научит людей и вряд ли это их поменяет. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.